Мы, жители дома номер 5 по Волочаевскому проезду, обращаемся к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. На территории возле нашего дома начались строительные работы. Здесь проходит рядом газопровод высокого давления. Не разрешено здесь строить на этом газопроводе ничего, потому что существует охранная зона. Там вот такая большущая трубище, уже, наверное, кубометров я даже не знаю сколько, 3 метра подняли, это все давит на трубу. Представьте, здесь будет, если машина стоять, рванет, весь квартал снесет, а потом будет соболезнование у нас приходить с цветочками к нашему дому. Это не мы должны бить тревогу, это власти должны бить тревогу, что такая авария может случиться. Они загородили весь наш дом, лишив нас подъезда к дому, лишив подъезда к дому пожарных, МЧС, скорой помощи. Здесь нельзя вообще уже строить ничего давно, потому что неоднократно пытались этот лакомый кусок захватить. Хотели строить дом восьмиэтажный, хотели еще что-то строить, но каждый раз прокуратура вставала на нашу защиту и все это прикрывалось. Но сейчас просто стремительно ведутся строительные работы, видимо, с целью все это сделать, построить, чтобы потом назад никак не вернуть. Хотелось бы, чтобы вышестоящие инстанции разобрались в этом и защитили наши интересы. Как можно перегородить улицу Соборная и отдать ее в частные владения? Со стороны Волочаевского проезда забор поставили на территории автомобильной дороги. Как можно так делать, наплевав на интересы жителей? У нас тут, если вы пройдете вокруг домов, у нас совсем нет территории как таковой зеленой. Получается, что у нас единственная маленькая площадочка детская, это вот там. Остальные на территории детского сада, но они, понятное дело, для детей, которые туда профильно ходят. Несколько лет назад администрация Волжского района обещала построить на этом месте какой-то сквер для пенсионеров, ну просто для жителей, для детей. Обещали, но ничего не выполнили. Получается, что все пространство, которое было для прохода, проезда, свободного разъезда, оно все сейчас занято машинами, которые здесь парковались. Здесь ходят как-то три работяги, плюс сюда подвозят кран этим, как она зовется, Камазы подъезжают, до трактора один у них ровняют, отсыпают. Наш как бы этот театр опера и балета, его фасад, это вот он. Будем ходить, наверное. Против строительства не только жители пятого дома, но и жители третьего дома, так как у нас общий двор. И собрались мы сейчас здесь в таком количестве, совершенно случайно, на самом деле здесь людей должно быть в 10 раз больше. Вот кто аналогичное мнение имеет. Я вот совершенно случайно шла мимо и подошла, потому что меня тоже этот вопрос волнует. Я житель третьего дома, и у нас общая подъездная территория. Мы находимся рядом, нельзя перегораживать дорогу, как мы будем ездить. Освободите, пожалуйста, нашу территорию, где мы живем, где мы гуляем, где у нас дети. Это территория рядом с нашим домом.